всем привет с вами одно руки борис и мы с вами продолжаем играть в игру дьявола 2 лорд of destruction вот и играем мы за варвара концентратора с алебардой да впервые я все это быстро произнес все у меня вспомнилось в голове слова все вот эти вот которые забывал там концентратор или баран вот короче что у нас по квестам так а по квеста мы нашли с вами характерический куб и нашли характерическую палку да у нас тут что-нибудь есть у нас тут ничего не значит мы можем сразу идти и далекий оазис и вот здесь у нас проходик есть идем сразу как проходу так наша штука это 92 золота не могу подобрать прикиньте ой-ой-ой за самые такие противные жуки пушки было бы прикольно если бы вот эти вот жуки владели таких же сильных мелких жуков с одной стороны это может быть неправильно потому что это можно обудить как-нибудь да потому что там и опыта больше получил за них может ну получаешь и вещи крутые вываливаются так что может быть это и не очень так хорошо хорошие идеи короче пришли мы в заброшенный город у так вот сюда мы с вами зайдем опа спросить дрогана а странной теме так он ладно давайте спросим вот вот это вот такая вот тьма это помните в какой-то серии говорил что какая-то темная ночь слишком вот вот это вот я имею вот на это вот все было похоже короче сейчас поговорим с ним я исследовал это длинное затмение и полагаю что это работа клыкастых змей найдите храм за песками пустыни и возможно вы найдете источник этого проклятия собственно вот сейчас мы с вами будем выполнять сразу два квеста привет вот на тебе много чего ну-ка ты можешь тут нибудь скажешь без сомнения неестественное наступление сумеров вызвано злой магии возможно дрона знает чем мы имеем дело ну да мы у него уже были так ну-ка рады карткой ну-ка давай-ка ты скажешь ты у нас дед очень умный и мудрый много знаешь может дать по этому поводу совет я думаю что сам поговорю поздно поздно я с ним уже поболтал короче ладно ну-ка но вот с темнотой не справиться короче все говорят иди к другу на ну а мы у него уже были даже не знаю что нам тут вообще первым надо изучить а вот блин как же мне не нравится вот эти вот fire tower это короче такие вот штуки противные они очень толстая в плане того что жизни у них дофига успели короче ладно раз нам тут предлагают сразу спуститься в туннеле что же будем их сейчас исследовать и сразу мы в тупик пришли так ничего них не вымарилась так это черт это защита от огня как и выбор чемпионов инвейдер ай тихо подожди тихо поди какие они это самое жесткие опа вот тут все у нас и это самое заполнилось я вообще надеюсь что жители города лут-галей и близ ближайших поселков не будут испытывать такой уж сильный дискомфорт пока ну а темно ты пока я тут шахту по всяким дырам а а и а а а и так идем дальше собираем золото и идем исследовать так вот это утечет почему забыл добрать вот прикиньте пробежал мимо тихо 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 так он меч какой-то выпал вручный и такой себе так и здесь как-то меч не взял так давайте сюда пойдем здесь здесь типа пусто да так и здесь тоже тупичок тупичок с чем же у меня ассоциируется с гоблином опер . ру так вот сразу хоррор мэйш о только сейчас у другая аура появилась там этого нашего эмирио постаново током дергают нещадно а этом стою и ерундой занимаюсь нет чтоб помочь братану своему другану мы тут между прочим практически с одинаковым оружием ходим а сейчас на и ладно не понял а че это у меня жизни так много отнимают еще тут больше нет идем в горы чтобы было все спокойно чтобы знаете чтобы мы могли спокойно посидеть прокачаться потому что у нас новый уровень так статы жизни давайте жизнь качну так а тут че у нас ну тут только это самое тут только вот так хотя я бы еще вот этого бы прокачал по прокачивал поле арм мастере но я думаю что пока так нормально так сундучок смысле тут никаких этих самых вторых уровней не будет что ли и если честно считайте вообще в первый раз спустился в эту локацию я вот сколько играл в дьяволу вторую я в нее очень много играл в свое время я вот никогда в этом покинутом городе как тогда было переведено у меня вот я короче у сюда никогда не спускался просто тупо не хотел потому что ну я же был ого экстра фаст чет там магическое так у него было ну собственно вот она магическая атака и есть вот он меня ударом отравил или я не помню или они изначально травят тут я знаю что некоторые отрывы она такая противно она очень долго и отнимает по чуть-чуть жизни а я вспомнил еще немножко можно карту включать все ты можешь нести другом и даже сейчас еще можешь нести чуть-чуть да ну смотрите и вот если посмотреть по карте это реально город вот включил меня карту вот реально вот здесь вот караван стоит может быть это был какой-нибудь очередной гурт галейн например так давай-ка ты мне будешь брать вещи так ничего у тебя интересного тут нет поэтому так отторванная башка ох уж эти некроманты и дикие люди вообще ты понимаешь ходят с оторванными головами чем это вот у нас варваров вот у нас варваров оторвать голову это значит ну победить врага принести своим боевым собратьям голову противника в знак того что я победил а вот потом это голову насадить на кол чтобы враги когда приходили им страшно было вот эти некроманты чего они голову отрубили и ходят как как сумочкой красивые да так тут посмотреть колонны тут конечно в семнасти не так уж и хорошо видно но тут видите вот памятники всякие наверное культурный центр был раз уж тут памятники всякие с колоннами стоят вот это здание видимо какое-то очень крутое было потому что вон она какая широкая плюс три входа туда есть так по моему это уже какой-то проход куда-то насколько я понимаю это вот вот этот но я сначала хочу изучить всю карту вот это вот так кусты нам перегородили дорогу ух кусты их даже победить не могу никак порубить алюбардой своей чтобы пропустили хотя давайте да возьму болты все равно у меня сейчас они на болты нет до свидания такой звук не очень приятного этой башки был так этих ребят того ухо сразу бежали так окей я представляю как варвар своей алюбарды открывает портала берет такой кончиком алюбарды разрывает пространство и появляется портал 2552 ух у меня да жалко что с косой не очень-то и много походили на выглядит выглядит коса конечно эффектно вот но но у нас как бы оружие появилось намного круче что за фу хелл 26 нет 35 у меня получше будет да наверное серия опять долгой получится потому что ту одну распознал то другое нам еще квест делать тихо блин все таки они просто как отравляют он даже нести ничего не мало тихо стоять куда пошел так значит один меч вот так другой меч вот так все равно не можешь что что за варвар такой а неправильный неправильный погодите немного и послушайте привет так ну тут вроде все да так 14 у меня 11 о вот так на самом деле немножко получше будет чем то что у меня сейчас было надето на руках да вот у меня просто защита была а здесь защита лучше на 3 единиц и и короче меня замораживает и длительность от заморозки уменьшается в два раза это приятный бонус не такой уж и востребованный насколько я знаю хотя могу ошибаться у есть наконец-то нашел нашел в ипоинт у меня кстати еще такой фетиш фетиш короче и фетиш и фетиш оба вот этих вот другана у меня есть в голове на распознание всех вейпоинтов чтобы вот ты вейпоинт заходил ну да вставал и чтобы у тебя весь список открытый был фигня конечно но когда ты его но когда ты все откроешь то так приятно открываются все двери перед тобой ой блин опять идти по привычке причем сильнее холодом бьет прыгун блин надо было отбежать ну а чё нам мы же варвары нам же пофигу так вообще и знаете чё хочу сделать так в смысле так давайте дву ручку и одна ручку вот так вот вот это вот так вот распознаем вот это вот все не знаю выбиваем вот так вот кладем все место место еще есть короче сейчас распознаю все это делаю и возможно даже перезайду в игру я бегу вот сюда вот в уголочек распознать все распознал молодец вот короче если если вдруг короче я телепортируюсь в город ну точнее из города сюда и опять возродятся монстряки знайте что это был монтаж и я просто делал паузу в записи серии вот самое главное сейчас что я нашел все все что надо вот так на самом деле по руинам тоже было бы интересно походить я не могу нести больше кого да в натуре окей рост так фахстер хитрик обречуся вот это мне надо надо было да но было бы защита получше я бы тогда дел опа ну ка ладно потом потом я все это дело соединю главное что у меня есть что соединять да тут пока что ничего интересного нет да и руины кончились пока что так это тысячи все за пришел четырех руки окей так пилу так ну окей все ну собственно вот смотрите все раз поздно так перегружен а чё не то а я вот не знаю конечно с одной стороны подбирать вещи это прикольно да но когда ты подбираешь такие здоровые вещи которые там половин инвентарь заполняют заполняют своим наличием немножко напрягает короче вот смотрите сейчас я как сделаю вот грейн иду ничего не распознаю все продаю да все чиню смотрю что тут есть интересного ничего в скобках и как делаю короче смотрите прикол становлюсь сюда нажимаю на лост сити и появляюсь опять на этом уровне но с обновленными этими монстрами вот а за кадром будет магия монтажа короче окей вот я и здесь сейчас на меня будут налетать опять разные всяческие монстры о лё-лё-лё-лё-лё так на какого-то сильного нарвались на этот тихо вот шарпы дролл слэши все нет его теперь ну-ка не ну конечно это плюс того что мы тут это самое вот эти вот night тигры ночные тигры они мне напоминают вот этих вот напоминают этих которые с первого акта у нас тетки с копиями так немножко сейчас притормаживать будем улё смотрите красивый кадр темнота и дерево освещено освещенное было только что вот это вот стоит красиво так немножко мы потормозим сейчас эмилио молодец качается их если бы лучница здесь была не такая уже бестолковая я бы с ней выходил и опять не можешь нести так все ты можешь я так голда я когда-нибудь прийду до до квеста нет вот 84 не 106 это я как всегда не посмотрел что там что там нам дается в доспехе так все они никуда не отвлекаемся нам буквально тут чуть-чуть осталось побежать супер джилин слушайте она же и мана и жизнь получается прибавляется да а как так получается вот эти мана у меня прибавляется а кольцо с и понятно все все смотри вот здесь проход сейчас это самое продаваться будем ясно ничего распознавать не надо так что же идем дальше вот варей of snakes вообще небольшая такая локация на самом деле практически практически как локация с кровавым вороном да помните как я проходил в одной из предыдущих серии там тоже кладбище небольшое вот сейчас будем распознавать вот это вот как раз extra fast pulse какой-то там вот это вот квест не на самом деле мне нравится больше всего с этими змеи миру вот не знаю почему здесь мне прямом нравится как нет как они нарисованы не то чтобы я змеи люблю но именно с этого квеста прямо кайфую так здесь еще развивки у нас и кстати помню когда эмилио подобрал я его нечаянно эмилио называл да привет совенок фест так называемый так что если нифига себе это у них такое умение короче по волде давайте к ногой бэкать прочее так что если вдруг я эмилио буду называть имя я но я вам объяснил почему у нас на самом деле эмилио он намного лучше того самого имели не понял нажал на урну а закрылась дверь но ты мисквик так называемый блин как и мне здесь нравится нить урны и надеюсь что это не погребальная урна просто урны не знаю что в пустынях хранят в урнах масло может быть какую-нибудь за как не определяют что я сейчас конкретный день когда все так темно а непонятно я бы в такие моменты говорил бы просто здравствуйте так секундочку сейчас не опять перезапущу стрим лапс потому что опять у меня запись тут на одной секунде застряла так я тут все поправил вот некомфортно мне когда там таймер записи на паузе затормозил все почему-то всегда кажется что программа лаганова просто и не записывает и ты сидишь смотришь я сижу смотри и не понимаю закричен и записывается или так отлично вот здесь мы сделали круг чуть-чуть что это понятно яв в фант я скорее всего это произнес мне не очень хорошо вот это вот палка короче ковырял к маническая но без мана так здесь мы получили вещь от змеи хотел сказать здесь мы сделали еще один кружок вот тихо это я залагал ничего точнее варвар не понял куда бежать ему так здесь пожалуй вот так вот надо сделать чтобы место освободить так комната а чё это в комнате никого нет обычно кто-нибудь в таких комнатах существует полезли полезли смотрите дофига их так здесь опять круг сделан где же вход в эту самую на следующий уровень табли дабл x добрали так ну ка мурнинг стар так будет лучше так это чё такое fire damage ерунда не но это на самом деле так то это не ерунда ерунда потому что очень мало вот этого повреждения кстати да вот это вот надо уже объединять между собой это потом это потом так тут у нас тупик получается тут чем я еще а вот смотрите вот сюда нам надо в коридорчик вот быстрее это бежать вот здесь вот мне кажется просто вот здесь вот всякие углы петли всякие огибать надо да вот мы сюда пришли а вот как раз и второй уровень по моему два уровня да вот видите желтая штука появилась так здесь я всегда снизу распознаю фан фан скин какой-то я просто первый раз и вижу он на английском имя вот этого другарька я просто помню что здесь какой-то друган у нас очень сильный так кроссбол так а что ага это а вот часть я же помню что то пропустил и боковым зрением видел что то тут лежало и мне казалось что раньше здесь больше было врагов вот 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 эта змеюка сильная и плюс еще какие-то ребята тут были ну что ж тендит сан алтарь пошло дело все смирь я знаю что опять светит солнце да самая самая приятная фраза от огромного сурового кровожадного варвара вот хели бутс нафига золота и на этот самый набалдашник так на самом деле мы можем сделать вот так сейчас сев and exit game синглплеер выбираем варвара вот о с возвращением света люди могут вернуть рассудок который многие потеряли в темноте о тут же можно теперь вокруг этих ребят ходить миши мисхив мишев привет друг привет друг а или это просто первый попавшийся так декарт кай добрый день а блед гатюки который приносите это на самом деле набалдашник посоха городрика да у вас зловещий гарнах и редкие ценные артефакты конечно вам потребуют использовать куб городрика чтобы соединить набалдашник и древко вот слово набалдашник всегда мне казалось очень таким смешным по крайней мере в детстве я над ним угорал очень сильно вот наверняка у вас тоже есть такие слова над которыми вы угораете мне просто кажется вам смешными вот собственно делюсь вам своим словом это слово набал набал набалдашник надо так вещь назвать так что она делает 10 к жизни 10 к маны и защита от яда да так делаем вот так делаем сейчас еще вот так чтобы все это дело соединить это соединяем вот оно их вот эту палку мы воткнем перед дуриелем очень быстрая скорость атаке 50 процентов увеличенная скорость атаки 10 жизни 10 к маны резист от холода электричество огня и я да и увеличенная веке плюс 50 урона нежити вот но сейчас мы делаем вот так все на самом деле мы сейчас тут довольно таки много сделали так ты пока здесь тусируй вот квест лог о talk to drognan так сейчас мы для начала с декорд кайном поговорим великолепно посох городрика у вас возьмите его с тобою в могиле талраша найдите в могиле комнату в пол которой вставлен круг символов поместите посох приемник который вы там найдете это откроет тайный проход в комнату захоронения талраша но будьте готовы к бою чтобы уничтожить балла вам скорее всего придется убить талраша да да это мы все знаем вот здорово я исследовал старые записи пытаясь определить расположение могилы талраша хотя и не нашел могилы но у меня есть неплохая зацепка великий собиратель из джереев гора зон построил свое тайное святилище где-то здесь он был сильным магом и держал демонов как рабов внутри святилище он принимал участие и в важных событиях таких как пленение баллы в могиле талраша если вы найдете святилище гаразона то я уверен что там вы сможете найти что-то о том где находится могила хотя я сомневаюсь что гаразон все еще жив но вы должны быть осторожны никто не знает что может быть внутри когда я говорил об этом с лордом джерином он попросил меня прислать вас к нему возможно он знает тайный вход или что-то такое это короче к дрогнану мы подойдем чуть чуть попозже например в следующей серии вот давайте около вот этого мага мы закончим данную серию вот на самом деле все это считайте последняя серия где мы ходили по пустыням вот мы все уровни пустынные с вами исследовали их не так уж и много что оказалось вот ну а дальше будут будет космос если кто понимает о чем я говорю встретим призывателя это маг из предыдущей части игры из предыдущей части Диабло я на самом деле первого Диабло как раз за мага пока еще и не играл но я за него поиграю вот я даже не знаю до кого я доберусь первым до варварам до мага или своими руками до мага из первого Диабло вот да хотя я думаю что будет неплохо знаете вот пока что остановиться на этой серии и за мага пройти в первую первую Диабло да будет у меня опять пауза вот такая вот в прохождении игры как я люблю делать да иногда короче посмотрим как будет все дальше происходить ну а на этом все это была игра Диабло 2 Lord of Destruction версия 1 14 просто так сказал вам эту информацию если кому-то это интересно будет вот всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте ссылка есть в описании ну а мы с вами увидимся в следующей серии всем удачи и всем пока в следующей серии в следующей серии я